Завсегдатые моего канала, конечно же, помнят серию интервью с простыми европейцами, с людьми, которые живут в старой, в новой Европе. Мы спрашивали их отношение к проблеме беженцев, мы спрашивали, стоит ли принимать больше беженцев, стоит ли каким-то образом пытаться ограничивать это количество беженцев. Также мы спрашивали, несут ли, по их мнению, беженцы какую-то угрозу, представляют ли они угрозу. И вот сейчас мы спрашиваем немцев, и опять-таки ничего не вырезаем, и все мнения, которые нам скажут, мы пускаем. Мне кажется, кое-что изменилось. Возможно, мне просто кажется, я не хотел бы настраивать вас, но мне кажется, кое-что изменилось. Меня зовут Майкель, я живу в Германии. Скажите, Майкель, как думаете, в Германию приехало уже достаточное количество беженцев? Или вы должны принять еще их чуть-чуть? Вот это очень сложный вопрос, потому что надо на него смотреть по-разному. Во-первых, надо смотреть на количество людей, а во-вторых, на их влияние на культуру. Я смотрю на беженцев, как на бедных людей, которые сбежали из своих домов. Для них это очень тяжелая дорога. Смотрю на эту тему с христианской точки зрения. Невозможно получить достаточное количество беженцев. Но смотря с социальной и культурной точки зрения, все-таки будут определенные границы. Это само собой разумеется. Думаете, что Германия должна принять больше беженцев? Должна ли Германия открыть границы и опять пропускать беженцев? Это тоже сложный вопрос. Считаю, что Европа должна сблизиться, стать более солидарной, чем сегодня. Думаю, Германия должна стать примером для человечества, для христиан. Что еще думают? Мне кажется, что страны, которые находятся вокруг нас, должны сделать свое домашнее задание. Польша и Венгрия должны сделать свое домашнее задание, должны думать по-христиански. Это большое количество людей, которые приехали в Германию в прошлом году и которые могут приехать в этом году, должны быть распределены по всем странам Европы. Что мы должны сделать, это объяснить беженцам, что они должны посмотреть на другие территории. Там тоже все в порядке, там тоже безопасно. Может, там не так хорошо, как в Германии, но там безопасно для них и их семей. Что Европейский Союз должен сделать со странами, которые отказываются принимать беженцев? Должен ли Евросоюз наказывать эти страны? Ха-ха-ха, да. В конце концов, эти страны должны быть как-то наказаны. В свое время мы обещали себе быть европейским обществом, а не только Германия платит, а мы получаем деньги. Это несправедливо играть в такую игру. Меня зовут Марита Африка. Я живу недалеко от Базеля. Скажите, пожалуйста, должна ли Германия принимать больше беженцев? Или уже хватит? Думаю, Германия должна принять больше беженцев, потому что у нас тут достаточно места. Если одна германская семья взяла бы в себе одного или двух беженцев, этого бы хватило для того, чтобы помочь половине всех беженцев. Составляют ли беженцы какую-нибудь угрозу для Германии? Ну, я так не думаю. Но все-таки есть другие люди, которые так думают. И из-за такого мнения они не хотят взять больше беженцев и выходят на улицы для того, чтобы Германия не принимала больше беженцев. Они вообще не дружелюбные. Они хотят выдворить беженцев из страны. А беженцы – это не угроза для нашей страны. Они не хотят ничего от нас. Они просто хотят остаться здесь, пока не закончится война в их стране. Я уверена, что они захотят вернуться на свою землю, когда там уже не будет войны. Согласно намерениям Евросоюза, все члены ЕС должны принять в себе определенное количество беженцев. Венгрия, Чехия, Польша и Словакия отказались. Думаете ли вы, что ЕС должен наказать эти страны? Думаю, да. Должен. Потому что если какая-то страна нуждается в помощи, например, Германия или Украина. Ну вообще, если эти страны, которые отказались принять беженцев, когда они нуждаются в помощи, приходят к Германию и просят помощь. Считаю это неправильным, что они не хотят помочь другим людям. Скажите, пожалуйста, должна ли Германия принять больше беженцев? На самом деле я наполовину француз, наполовину немец. Считаю, что Германия может взять в себе больше беженцев. Но есть такой момент, такая грань, после которой Германия не сможет взять больше беженцев. У нас же нет бесконечных ресурсов. Думаете ли вы, что Германия приближается к этой грани? Нет, ну еще нет. Значит, вы считаете, что Германия может взять больше беженцев? Да, на сегодняшний момент может. В Россию здесь такие страны, как Чехия, Венгрия, Польша, Словакия. И они отказались принимать беженцев. Что вы думаете по этому поводу? По моему мнению, страны Европейского Союза должны общаться друг с другом. Они должны вместе найти справедливое решение этой проблемы. Несколько дней назад мой хороший друг показал мне прекрасную картинку, на которой были изображены нормальные птицы и летящие к ним экзотические птицы. И там было написано Refugees Welcome. Мне это очень понравилось. Ну хорошо. Так что ЕС должен делать с такими странами, как Словакия, Польша, Чехия и Венгрия? Их надо как-то наказать? Да, надо принять какие-то меры, например, санкции. Меня зовут Тесса, я из Кёльна. Как думаете, Тесса, должна ли Германия принять больше беженцев или уже хватит? Это очень сложный вопрос. Думаю, мнения людей по этому вопросу отличаются. Думаю, есть какие-то пределы. Но с другой стороны, все зависит от того, как сильно люди нуждаются в помощь. Это очень сложно. Мой дядя работает с беженцами, и он говорит, что сложно справиться с таким количеством людей, которые к нам приезжают. Им действительно, может быть, лучше здесь, с маленькой помощью, чем у себя дома. Но все-таки есть определенные пределы. У вас в Кёльне были какие-то проблемы с беженцами, или я ошибаюсь? Конечно. Что случилось? Не знаю, меня там не было. Я только видела то, что было в СМИ. Но все это выглядит для меня очень, очень странно. Я не разделяю мнений немецких прав. А, так что? Вы считаете, что это могло быть что-то типа пропаганды против беженцев? Ха. Никогда не знаешь. Это возможно. Германия. Меня зовут Зайда, мне 25 лет, я живу в Берлине. Я родом из Перу. Зайда, скажите, пожалуйста, должна ли Германия принять больше беженцев? Или довольно, хватит? Думаю, мы должны принять больше беженцев. Я так думаю, потому что Германия это большая страна, и у нас есть люди со всего мира. Несут ли беженцы какую-то угрозу для вашей страны, как вы думаете? Я имею в виду Германию. Нет. Нет, вообще. На прошлой неделе мы работали с беженцами. Я видела, как они себя ведут. Что думают. Не думаю, что это угроза. Думаю, это очень умные люди. Они хотят работать. Они просто хотят жить. Не хотят жить там, где война. Думаю, они не опасны. Меня зовут Хиба Музафи. Я живу в Берлине. Я родом из Ливана. Хиба, скажи, пожалуйста, должна ли Германия принять больше беженцев? Это большая помощь для людей из Сирии и других стран, где идет война. Но я считаю, возможным помогать только лишь больным людям. Либо людям, у которых есть определенные проблемы, которым нужна помощь Европы. Это все, что я об этом думаю. Значит, говоришь, что Германия должна помогать только лишь тем людям, у которых есть серьезные проблемы? Да. Думаю, это будет слишком много, если мы возьмем всех беженцев, которые на самом деле не нуждаются в помощи. Мы просто не сможем контролировать всех. Мы не нужны никакой помощи. Потому что мы не можем контролировать всех. Спасибо, everybody.